привет ребята давненько мы не снимали всяких блогиков или чего-нибудь такого а вы вроде просили стримы по танкам всем уже остопиздили поэтому сегодня мы первый раз за долгое время решили небольшой такой культурный вечерний выход организовать любимой женой сегодня мы отправляемся вместе которая известна практически всем петербурге но где ни разу не был это музей современного искусства эр-арта и отправляюсь мы туда не просто так а чтобы посетить концерт я совершенно не было никакой информации по поводу того что такое эр-арта знаю только примерно куда надо ехать потому что я за рулем поэтому я тут расскажи что такое эр-арта вообще и откуда она взяла с чего это вообще происходит это я знаю что такое культурное пространство но по этому все эр-арта это музей современного искусства там частная коллекция то есть это не государственное зрение в коем случае очень большое количество разных экспозиции выставок выставки есть и временные есть и выставки постоянные в общем-то само по себе это заведение появилось в сентябре 2010 года по-моему 30 сентября она была открыта в общем-то пользуется популярностью среди хипстеров сетях наверное в основном наверное да но я там была давненько практически просто после самого открытия и народа там было очень много да сейчас ты нашла меньше а мы кстати не просто так же идем ты меня уговорила и зазвала сходить на концерт русского рокера со мной раньше не случалось мои лучшие годы мы сегодня идем на концерт одного из лидеров ансамбля аукцион леонида федорова причем на концерт не электрические там если есть акустический и там будет презентовать свой новый альбом который мы так и не послушали расскажу откуда те вдруг аукцион понравился и что вообще из чем выделяется из русского урок сам все русский рок я считаю довольно таки скучно однообразная музыка которая устарела 30 лет назад аукционка слушается вполне нормально а не знаю группа аукцион она пришла ко мне еще из детства мой брат когда-то давным-давно слушал альбомы соответственно я тоже начала слушать под этим влиянием группу сам аукцион основал леонид федоров изначально группа называлась фаэтон а там до 70-е годы нет они были фаэтоном и потом они переименовались в аукцион который писался через и как положено а через какое-то время они все-таки решили что надо выделиться потом ты все исправилось вон дтп посередине дороги устроили не вообще такая достаточно специфическая музыка и на концертах у них там практически всегда это какой-то оркестр арт-роковый шабаш да и что не нравится мне в концертах группы аукцион это то что они из каждой песни которые там длится пять минут например они устраивают 12 на 15 просто вот сплошная такая импровизация а потом ты уже забываешь что это была за песня оказывается они потом начинают там какой-нибудь последний куплет напеватель о да точно это же было именно эта песня в этом есть джазовый дух мне это нравится как бы давняя моя мечта попасть на сольник леонида федорова потому что я очень люблю акустику безумно люблю гитару вот и голос собственного федорова замечательный да замечательный приятный и вот до часто попробуем мы пришли в пути на минут 25 я думаю если сейчас никто еще него в них кого не впилиться и не застрянем и потом мы пытаемся может поирать еще успеть немножко прогуляться пока не закрывается что время до 8 вечера уже черт на это сколько и на все работает если успеем то значит успеем если не успеем начать не успеем может хотя бы хотя бы на концерт нормально такое вот а довольно монументальное здание сталинского периода середин век прошлого до где-то она построена было в 1951 году сначала это здание было для местного райкома потом впоследствии советское время это здание принадлежало там располагался всесоюзный не синтетического паучука имени лебедева ого ничего себе ну сейчас на самом деле все здание аж пять этажей похоже чем-то на какой-то горный институт или на здание гестапо в мюнхене захвачены современными искусствоведами две статуи прям стоят у входа который если даже гипнике фотографии увидел непоятная хрень состоящий из двух больших подшипников лежащий лев очень куча всякого такого инновационного статуи при входе это статуи эра и арта да собственно которая с время искусства время искусства которое дало название соответственно этому музею придумки а тут что-то было и видимо спиздили или это уже арт-объекта и мы ничего не понимаем вот музей современного искусства все без наебок в общем то мы добрались будем заходить внутрь и смотреть внутри вот кстати ебаные музейщики билет стоил тысячу рублей вот тут дофига всего играет и не знаю знакомого он закол знакомыми их не люблю курора кстати и думаю они уже не живых ранку оркестр обе две ненавижу сергей баккину более-менее такое оскоро сырью можно таки идти ну или за внизу ракать надо идти узнать как он там все куплять с лошадями интересно так вот по билету который стоит тысячу рублей вас самой рар тут и не пустят вам будет по узенькой лесенке который идет вверх и никакого тебе заметного искусства топа и по маршруту никуда не сходи а если хочешь погулять и щепки это экспонаты или этого музея то заноси отдельно еще по 500 рублев до 500 вы не пинцовую на фонапе так вот так вот наилка особо и рад поэтому не будет а будет вот наверное концертный зал че успею и наверное быть не федоров а а а а а а а а 46 а к а а а не а и она звена о Больше не тает, завтра я еще не умру, но кто его знает, завтра... Где-то примерно полтора часа, наверное, да, Леня поиграл вместе с какими-то незнакомыми мне людьми и товарищем Волковым, который подумал Волков-трио, которого заставили подвывать и стучать какими-то маракасами. Ну, как у тебя, в общем, ощущения у фанатов? Я могу сказать, что рано или поздно все музыканты русского рока ударяются в религию, и это очень сильно отражается в песнях и на самом деле дико раздражает. Ты как бывшая алисаманка говоришь, да? Да, потому что... Когда Кинчев поехал. Когда Кинчев поехал, я, в общем-то, Алису перестала слушать. И я немного разочарована, потому что все-таки мне хотелось бы больше услышать именно старых песен, которые были сделаны по принципу, сначала мы пишем музыку, а потом туда какие-нибудь слова вставляем. Не важно, какой смысл, но звучит прикольно. Это было гораздо лучше, чем сейчас. Нет, так я, Аутсон, слышал не очень много чего, сольных Лениных песен буквально парочку, но здесь они, по-моему, эту парочку и сыграли, которые я слышал. Так что, в общем-то, и нормальный в конце, длинная-длинная такая, монотонный трек, в котором даже еще пост-роковая есть, пожалуй. Так что, в общем и целом, впечатление такое приятненькое. В следующий раз мы идем на пост-рок, попробуем как бы тебя приобщить к прекрасному миру. Ну, в общем, какие вот дела, Эрарта вот так вот нас с тобой порадовала, не порадовала, не знаю, в музей сходить, но не получилось, потому что у нас в следующий раз. Ну что, теперь за шамухой. Добыча меча Пиши, шакалов, станут они. Пиши, шакалов, станут они.